МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время региональных новостей в студии Евгений Гуров. Здравствуйте! В Поморье продолжается празднование 75-летия Соловецкой школы ЮНГ. Центром торжеств стали Соловецкие острова. Главные герои праздника – ветераны ЮНГи. Из Санкт-Петербурга, Костромской, Свердловской областей, Пермского края, Латвии. И, конечно же, с нашего региона. С Соловецкого архипелага. Следующий репортаж. Момент эпохальный. Они возвращаются на Соловецкую землю, которая сделала их настоящими героями. С первого взгляда понимаешь, юнгаши Соловков вне возраста и всегда на подъеме. До Соловков из Кими шли на теплоходе Шабалин. Море неспокойное, но для Соловецких ЮНГ даже в почтенном возрасте качка не страшна. На митинге у памятника павшим юнгам под звуки российского гимна герои дружно встают. Все хорошо. Да, очень рада встретить друзей. Да, сослужиться в юнг. Поэтому все идет ладно. Нас высадили в Хабаровске. Там новая канонерка была выпущена. Дизельная первая, скоростная. Там нужны были такие специалисты, как я. Я арт-электрик. Ровно 75 лет назад советское руководство решило, что лучшего места для будущей школы ЮНГ, чем Соловки, не найти. Противнику остров без военной базы не интересен. Климат здесь закаляет и физически, и морально. Так в советской армии появилась самая молодая по возрасту личного состава воинская часть. Впрочем, моложе солдат во Второй мировой не было во всей Европе. За 4 года Великой Отечественной школа подготовила 4111 специалистов. Каждый четвертый с боевого задания не вернулся. Когда осознаешь, что этим 4000 ребят пришлось перечеркнуть это счастливое время и сразу же заняться самой взрослой работой, защищать Отечество, это, конечно, вызывает самые глубокие чувства уважения и почитания к этим людям. В течение ближайших трех дней ветераны ЮНГ примут участие в официальных мероприятиях на Соловках, затем прибудут в Архангельск и Северодвинск, где станут участниками торжеств в день военно-морского флота. Стали известны подробности смертельного ДТП в Северодвинске. Оказалось, предполагаемый виновник никогда не имел водительских прав. Полиция возбудила уголовное дело. Опубликованы и кадры с видеорегистраторов. Покажем их прямо сейчас. Просим отойти от экранов детей и людей с ослабленной психикой. Страшные кадры ДТП на перекрестке Ленина-Лесная сегодня опубликованы в интернете. В объектив регистраторов попала Ауди, которая спровоцировала аварию. По предварительной информации, ее водитель начал совершать поворот с Лесной на Ленина и стал помехой для Хендая. Водитель автомобиля Хендая 91-го года, рождение, двигаясь по улице Лесной со стороны улицы полярное направление улицы Седова, на пересечении улицы Лесной проспекта Ленина, уходя от столкновения со встречным автомобилем Ауди темного цвета, выехал на тротуар, где совершил навес на пешехода 61-го года рождения. На кадрах видно, Хендай несся с явным превышением скорости. 56-летнюю женщину подкинула, как тряпичную куклу. Еще один пешеход чудом остался жив. Известный 26-летний водитель Хендая не имел прав. Сегодня по факту гибели в Северодвинке возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. В Архангельске задержан подозреваемый в серии краж автомобилей. За неделю в полицию Архангельска обратились четверо жителей с заявлениями о кражах автомобилей. Все они были припаркованы во дворах и долгое время не использовались. Оказалось, автомобили средь бела дня прямо из-под окон хозяев подозреваемый увозил на эвакуаторе. У этого мужчины похитили сразу две машины. «Волга» и «Восьмерка» исчезли средь бела дня, хотя были припаркованы прямо под окнами. «Уехал на работу, у меня машина проходила, они стояли у дома все. И соседская моя. Днем уже на работе мне дочка позвонила, сказала, так и так, папа, у тебя машину нету ни одной. Говорю, как, блядь, нету?» Она говорит, вообще нет. Хозяин на обеих машинах давно не ездил, планировал ремонтировать. Говорят, во дворе были недовольны тем, что старенькие представители отечественного автопрома занимали парковочные места. «В принципе, «Волгу»-то ее не надо было восстанавливать, ее надо было просто завести. А «Восьмерку»-то надо было восстанавливать. У нас там во дворе очень много, если долго машина стоит, бесконечно, кто-то мимо пойдет, то зеркало отломает, то еще что-то. Ну, как всегда. А куда их убрать? Дома стоит. В принципе, они не мешают проезду никому не шарить. В сторону убраны. Сначала мужчина подумал, что машины могли эвакуировать спецслужбы. Транспортное средство может быть эвакуировано без согласия владельца. Например, за нарушение правил остановки или стоянки. Однако, здесь таких оснований не было. «При задержании транспортного средства в отсутствии водителя об этом факте незамедлительно сообщается в дежурную часть для информирования владельца или принятия в случае необходимости мер для его установления». Потерпевший написал заявление в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, нигде не работающего ранее судимого жителя Архангельска. Подозреваемый присматривал во дворах брошенную машину, преимущественно отечественного производства, после чего приходил в фирму, занимающуюся скупкой металлолома, заказывал эвакуатор для вывоза автомобиля. Он говорил, что хозяин в курсе, а документы на автомобиль утрачены. Установлено, злоумышленник причастен к нескольким кражам. В списке похищенных, кроме «Восьмерки» и «Волги», «Семерка» и старенький «Опель Вектора». За каждую машину злоумышленник получил 5000 рублей. Пункт приема металлолома к моменту проведения обыска машины уже утилизировал. Возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет. В Поморе зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита и еще столько же боррелиоза. Все диагнозы подтверждены лабораторно. Всего в медицинские учреждения области по поводу укуса клеща обратились больше 5000 человек. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом. По одному в Вельском и Шенкурском районах. И два в Архангельске. Также зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В Вельском районе два случая. В Онежском и Ленском по одному. Управление регионального Роспотребнадзора напоминает. В лесу стоит носить закрытую одежду и применять репелленты. Снятых клещей необходимо исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней. Подиум предоставят бухгалтерам, юристам и менеджерам. Впервые в Архангельске пройдет кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис-2017». Члены жюри оценят не только красоту, но и профессиональные качества конкурсанток. Заявки принимаются до 1 августа. Состязание белых воротничков в России проходит восьмой раз. В этом году получила международный статус. Участие примут девушки из Казахстана, Украины и Белоруссии. Региональный кастинг пройдет впервые в Архангельске 13 августа. Девушки должны раскрыть себя в трех конкурсах, приветствия, творческий номер и дефиле. Оценивать будет московское жюри, так что подготовка предстоит напряженная. Режиссерские репетиции стартуют уже 1 августа. «Нам не важно семейное положение. Вес участницы. Участница должна быть от 18 до 30 лет. И у них должен быть рост от 168 сантиметров. Любая офисная должность подойдет». Финал соревнования пройдет в Москве в конце ноября. От нашего региона возможность выйти на главный подиум конкурса получат 4 красавицы-полуфиналистки. В финал через онлайн-голосование попадет лишь одна северянка. Бороться офисные служащие будут за путевки за границу, дизайнерские наряды и главный приз – 1 миллион рублей. Заявку нужно успеть оставить до конца месяца на сайте конкурса misoffice.ru. Активная молодежь Котласа отдыхает летом не на тусовках, а проводит свободное время на волейбольной площадке школы номер 7. Тем более, что сейчас там проходят самые жаркие старты. Какие – узнаете из сюжета наших котловских коллег. Несмотря на лето на стадионе школы номер 7, всегда занимается много любителей спорта. Особенно много их в эти дни. Ведь здесь проходит турнир по волейболу среди дворовых команд. Турнир по волейболу среди дворовых команд, стартовавший накануне на стадионе «Дружба», проходит уже четвертый раз. И год от года пользуется все большим спросом. В этот раз он собрал 11 команд молодых, спортивных и красивых любителей волейбола. Возраст участников, так как у нас игры дворовых команд, особо возраст мы не ограничиваем. Но ориентировочно до 25 лет. Турнир проводится в два круга. Это 4 дня в июле. Второй круг также продлится на протяжении 4 дней, но уже в августе. Почему проводим два раза? Потому что студенты, которые еще не приехали, абитуриенты, которые еще не уехали поступать. Все вот как-то для детей, чтобы смогли поиграть и те, и другие. Эти соревнования среди дворовых команд зародились с начала открытия стадиона, когда молодые девчонки и ребята стали проводить вечера, играя друг с другом на двух новых современных волейбольных пришкольных площадках. Так началась история дворовых котловских волейбольных команд. Волейбольная молодежь находит друг друга таким образом и сейчас. Волейболом я занимаюсь примерно 6 лет уже. Это турнир. Первый раз я в нем участвовала 3 года назад. Это были самые первые соревнования. Очень всем понравилось. И решили проводить дальше летом. Собираемся, общаемся, дружим. Вот сейчас вот никого не знаю здесь вот. Знакомимся. Весело. Тут разные возрастают. Кто-то поопытнее, кто-то менее опытный. В основном ради этого я организую такие турниры, чтобы пообщаться, прийти, отдохнуть от будней. На площадке все равны. Здесь они волейболисты. И школьники, и студенты, и те, кто уже работает. Кинолог СИЗО Андрей Шукшин тоже неравнодушен к этому виду спорта. На турнире 29-летний котлашаник, самый возрастной и опытный игрок. Первый раз принимаю участие в компт-турнире. Ну, опять же, атмосфера. Музыка играет. Все на позитиве. Ничего такого агрессивного нет. Все нравится. Все хорошо. Соперники достойные есть у вас, раз вы такие опытные? Молодежь растет, развивается. Конечно, уже фору им не даем. Где-то и нас будут обыгрывать через год, через два. Так что все хорошо. Всю негативную энергию, которая накопилась на работе, где-то в быту, все в уплески ваши приходишь. Состав команд нетипичен для волейбола. Четыре игрока, две девушки и два юноши. Остальное все как на настоящем олимпийском виде спорта. Три партии до 25 очков, последние до 15. Такие же нешуточные разгораются и страсти. Так что дружба дружбой, но победы хочется всем. Через три дня победители турнира дворовых команд по волейболу уже будут известны. А у желающих любителей проверить свои силы в этом виде спорта еще есть возможность сыграть на состязании в августе. Для этого нужны команда, желание и заявка. Форма заявки на турнир. Принимают участие все желающие. Информация давно у нас выставлена в группе волейбол в Котласе. Афиши есть. Дети между собой общаются. Создают сами команды. С любых микрорайонов города, района. Могут принять участие все желающие. Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии под Архангельском, постигают азы выжигания. Там начал работу новый кружок. Открыли его благодаря социальному проекту «Измени себя к лучшему» и гранту правительства области. Кроме того, сейчас в воспитательной колонии в самом разгаре летняя спартакиада. Осужденные подростки борются за победу на стадионе учреждения. Толкание автомобиля – одно из наиболее увлекательных состязаний. Шесть самых сильных представителей команд должны прийти с непростым снарядом к финишу за наименьшее время. После – перетягивания каната. Здесь борьба идет в несколько этапов и несколько дней. Определить лучших непросто. Воля к победе – железная. У нас уже прошла практически половина спартакиады. Есть хороший результат у ребят. Например, в отжиманиях от пола – это 120 раз. В выходе силой – 22 раза. Прыжки в длину с разбега. Мы покорили рекорд 5 метров. Подростки очень любят соревноваться между собой. И поэтому, когда проходят соревнования, у нас в учреждении царит дух борьбы и состязательности. И для подростков очень важно для того, чтобы они соревновались и побеждали. В одном из отрядов подростки собрались на занятия по выжиганию. С педагогом дополнительного образования средней школы при воспитательной колонии Людмилой Козыревой ребята создают свои первые работы – учатся управлять выжигателем и чувствовать материал. А вместе с тем – помогать друг другу. Ребята помогают друг другу. Тот, кто лучше рисует, тот помогает сделать набросок для того, чтобы так же творчеством занимался другой. В планах воспитанников и сотрудников – добрые дела. В рамках работы кружка подростки создадут развивающие игрушки из дерева с рисунками, сделанными в этой технике. А затем их передадут в социальные детские учреждения. В Холмогорском районе выпал град. Нехарактерные для июля осадки местные жители наблюдали накануне. Град сопровождала гроза. В социальных сетях жители Холмогорского района делятся фотографиями. Среди летней зелени – ледяные осадки. Местные жители переживают, что урожая картофеля теперь не ждать. По прогнозам синоптиков Архангельского гидромедцентра в области в ближайшие сутки будет тепло. Днем до плюс 28 градусов. В большинстве районов будет дождливо, местами ожидаются грозы, ливни, ночью и утром туман. На сегодня это все новости. Смотрите нас завтра в 18.30 и будьте в курсе событий Архангельской области. Все выпуски программы можно увидеть и на сайте свойрегион.тв. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова